Около месяца назад появились слухи о том, что все центральные Орловские газеты объединят в один издательский дом. Обычные журналисты боятся сокращений, а начальствующие персоны покинут теплое место главреда. Высказываются опасения, что в результате реформы будет уничтожена уникальная сеть районных газет, а медийное пространство монополизируется одной ветвью власти. Депутаты облсовета ждали ответа от Ивана Мосякина. До недавнего времени он занимал постсекретаря полицовета партии «Единая Россия». И кому как не ему знать всю ситуацию с подконтрольными СМИ. Но Иван Яковлевич, отдел отошедший, оказался не в курсе ситуации. Я не знаю, кто способен будет на этой сессии ответить на вопросы. В итоге ответное слово пришлось держать первому заму губернатора Игорю Гармашу. Игорь Юрьевич присутствующих уверил, вся информация в соединении СМИ не что иное, как утка. Данная информация не видит в чём. А то, что происходит в детекторах районных газет, сказали, что их смотри в собственную штаб, когда в районной газете находятся три корректора, то совершенно некорректно. Хотя возможности объединения нескольких изданий в правительстве области не исключают. К слову, в год на содержание подконтрольных СМИ из бюджета тратится довольно приличная сумма. Будут ли тратить меньше, если всех объединят, не факт. Хотя в этом случае корректнее было бы собрать сотрудников СМИ и первыми им рассказать о грядущих переменах. Кстати, воссоединение, если и будет, коснётся лишь так называемых подконтрольных СМИ. Частная компания сия реформа не постигнет. Алина Чабан, Владислав Гапеев для программы Оперативный эфир.